Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос. Значит, собственно говоря, вы просите дать совет какой-нибудь, при этом далее опишите свою историю, она небольшая, но довольно содержательная. Я, наверное, более подробно постараюсь ее разобрать, потому что, мне кажется, она этого заслуживает, тем более, что у вас есть несколько важных, на мой взгляд, моментов, которые определяют суть вашей проблемы. Итак, первый момент – это момент, касающийся в сне вашего детства. Еще в детстве мою самооценку опустили ниже Плинтусы. Кто опустил? Зачем? Как вы думаете, с какой целью? Почему люди это делали? Понимаете ли вы мотивы этих людей? Как вы сейчас воспринимаете этих же самых людей? Значит, я наивная, а нет, мне постоянно твердились, что я ничего не добью. Жизнь не сто таким, как я, не место в этом мире. Значит, во-первых, откуда эти люди знали, чего вы добьетесь, а чего не добьете жизни? У них есть что? Дар предсказания или что? Откуда у них это знание? Чего вы добьетесь, а чего не добьете жизни? Может быть, им было выгодно, может быть, им было нужно, чтобы вы думали, что вы не добьетесь ничего в жизни? Это уже другой вопрос. Далее, таким, как я не место в этом мире. Таким, как вы, это каким? Кто вы? Таким, как вы, это кто? Какая вы в детстве? Поизвините, пожалуйста, как вас позиционировали, как вас воспринимали те, кто вам это твердил. И главное, в какой ситуации жили эти сами люди? Это вот субъект данного мнения. Знаете, это вот то, что с вами нужно прорабатывать в первую очередь. Значит, далее. Я наивно верю им и верю по сей день. Чем обусловлена ваша вера? Понимаете, вера это очень хорошее качество, хорошее чувство, только если оно помогает жить. А вот вам, вам, ваша вера, она не помогает жить. Вот. И, соответственно, потому что вам ваши вера не помогает жить, я думаю, что ее нужно менять. Верить в вас в сторону более правдоправдоподобного и так далее. И, соответственно, вам необходимо ответить на вопрос, что заставляет вас верить этим людям? Тогда заставляло верить. Что заставляет верить теперь и почему вы наивны? Наивность означает, что... Вообще, наивность означает определенное, так вы знаете, отсутствие полимеров. То есть, отсутствие черного и белого. Вот и у вас так. Те, кто вам твердили, что вы ничего не добьете, были для вас, судя по всему, хорошими и идеальными, все остальные люди вокруг вас пользуются вами, и они плохие. Вот в этом и заключается наивность. Так вот, вам нужно повышать свою когнитивную сложность. Но не понимать, что нет плохого и хорошего, нет черного и белого, нет полимер, есть оттенки, и оттенки нужно уметь видеть. И потом, когда вы говорите, что вы верите кому-то, это означает, что вы растворяетесь в человеке. У вас отсутствует критическое мышление к тому, что вам говорят. А это неправильно. Необходимо определить, чего вы хотите сами. Необходимо определить, зачем вы общаетесь с человеком. И ориентироваться только на то, что вам нужно этого человека в контексте своих желаний и все. Не нужно никому слепо верить. Далее, значит, вы знаете, что вас стопчет грязь и сами только уходят. Но это связано с тем, что понятно, что вы считаете себя недостойный и ведете себя, соответственно, как человек, который от всех готов защищаться и везде идет угрозу. Вот эта проблема есть с детства у вас. Соответственно, из детства вытекают отсутствие и модели женского поведения. Следующее, что у вас мужской характер и вы не ухаживаете за собой, как другие девочки. То есть вы сомневаетесь в себе, как женщина. И, значит, отсутствие нормальной социализации. Потому что, опять же, идеала отношений у вас нет. Обиды на родителей, ценности, которые навязаны вам в детстве, все это мешает вам выстраивать нормальные отношения с людьми. Соответственно, я думаю, что начинать нужно бесходиться к отношению и после у нее постепенно переходить на вашу социальную сферу, определяя ваши ценности сперва. Определяя потом ваши идеи и после идеи определяя ваши цели. Вот подобное вам и нужно, подобную схему вам и нужно продвигать. А вы не уверены в себе. Вы говорите, что вы завис и зависите от мнения других людей. Видимо, зависимость от мнения других людей, зависимость от других – это всегда, опять же, потребность в этих самых других. То есть вам нужно осознавать свои потребности, грамотно их удовлетворять, осознавать свои негативные и позитивные качества, грамотно их соотносить. Вырабатывать свою модель женского поведения, личностно расти и, соответственно, подрабатывать детские биды и детские негативные установки, которые вам сформировали ваши родственники. Это, к сожалению, не работает на ни одну консультацию. Вам рекомендована длительная терапия. Соответственно, выбирайте эксперта на нашем ресурсе любого, который вам понравится. И начинайте с этим экспертом разбираться ваши проблемы, начиная в первую очередь с детства и потом постепенно-постепенно поднимаясь по ступенькам выше по социальной лестнице. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok